всех приветствую на нашем канале сегодня у нас новая очередная интересная тема открываем новую категорию добавок как вы уже поняли по банке на переднем плане это у нас бета-аланин сегодня без всякой лишней муки занудной информации расскажем что это такое для чего нужен как применять как обычно посмотрел другие каналы аналогичные подметил несколько важных моментов где вам о которых вам не рассказали на других каналах и так поехали бета-аланин это у нас вещество которое выглядит у нас вот так сегодня есть возможность вам его показать так как есть открытая банка сами употребляем добавка действительно достойная выглядит он вот так вот чуть-чуть закристаллисовавшийся порошок это произошло потому что из банки был вынут вот такой вот пакетик многие думают и спрашивают причем еще на полном серьезе есть ли этот пакет или нет нет этой пакетики нельзя есть это силикогель пакет который устраняет влагу из банки то есть чтобы порошок был рассыпчатым и не кристаллизовался как вот в данном случае видите он превратился в такой песок вот так вот приблизительно выглядит бета-аланин не кристаллизованным более рассыпчатый будет к слову сказать даже если порошок за кристаллизовался спокойно можно употреблять ничего не будет никак это не влияет на его эффективность многие возможно пробовали мизоморф джек 3d который тоже сильно кристаллизовался люди приходили спрашивали что делать с банкой выкидывать или нет нет ничего выкидывать не нужно можно спокойно употреблять прям можно откалывать даже если он превратился в камень откалывать и просто кусочки продукта кидать в воду и смешивать работать он будет также великолепно как и обычный порошок и так погнали бета-аланин для чего эта добавка эта добавка существенно увеличивает выносливость и отодвигает процесс наступления усталости все дело в том что в мышцах во время физической работы образуется молочная кислота за счет которой как раз у вас возникает усталость вот именно эту молочную кислоту бета-аланин нейтрализует как принимать его принимается значит он в дозировке 3-5 грамм на полупустой желудок нигде об этом не говорят даже многие пишут что принимайте на вместе с пищей с протеином на самом деле работать будет хуже лучше принимать на полу пустой желудок также как и аргинин и цитрулин это прекрасно можно понять судя по тому что у вас будут отсутствовать покалывания все дело в том что одна из побочек но это даже не по бочка это такой эффект по которому можно понять работает бета-аланин или нет то есть после употребления бета-аланина через 15-20 минут у вас начинаются покалывания обычно они идут по лицу бывает еще по рукам редко бывают по ногам по спине но в основном это лицо то есть как бы начинает колоть кожу ничего страшного в этом нет это реакция организма на бета-аланин если эти покалывания есть значит вы употребили его в нужной дозировке бета-аланин работает многие говорят что да не обращайте внимание если покалывание не будет на самом деле это не так если покалывание нет значит дозировка либо маленькая либо вы купили фуфловый продукт который не работает то есть определяем работоспособность бета-аланина по покалыванию которые должны начаться через 15-20 минут после употребления продукта так вот если вы будете пить на полный желудок бета-аланин то соответственно этих покалываний не будет и вы это увидите чтобы это ланин будет хуже работать чем его выпить на полупустой желудок собственно точно такой же эффект как и от аргинина и цитрулина дальше существенный вопрос пить каждый день или нет многие говорят что пить нужно каждый день да действительно для полноценного эффекта бета-аланин необходимо пить каждый день в дозировке также 3-5 грамм пробуйте 3 грамма смотрите на эффект недостаточно доводите до 5 грамм более 5 грамм уже целесообразность не доказана его то есть но можно увеличить до 10 грамм мы пробовали 10 грамм действительно эффект возможно лучше но буквально первые там один-два дня потом все возвращается на свои места то есть точно такой же эффект как от дозировки 5 грамм и так каждый день или нет для максимального эффекта пьем его каждый день если вы хотите сэкономить то можно пить только в дни тренировок многие скажут что вне тренировок он не работает на самом деле это не так если бы он не работал в дни тренировок если вы его пьете только в дни тренировок тогда бы его не добавляли в предтренировочные комплексы бета-аланин содержится во многих предтренировочных комплексах поэтому прекрасно он работает даже если пить его только в тренировочные дни но если вы хотите максимум получить от него то пьем полноценно каждый день рекомендует разбивать прием на два раза то есть грубо говоря например 2 грамма с утра 2 грамма вечером считается что так он более лучше усваивается и более лучше работает но если вы не хотите заморачиваться можно за один раз выпить 5 грамм ничего страшного особо прям какого-то особо какой-то разницы вы не почувствуете но если вы прямо вы хотите четко точно принимать соответствие с тем как он максимально работает то разбивайте на два раза и пейте каждый день на полу пустой желудок дальше бета-аланин у нас максимально хорошо сочетается с креатином важный эффект дело в том что бета-аланин у нас начинает работать где-то спустя одну минуту после того как началась физическая нагрузка то есть он увеличивает именно выносливость спустя одну минуту то есть если у вас какая-то кратко с кратковременная нагрузка то бета-аланин будет не настолько эффективным как раз при кратковременной нагрузке помогает креатин то есть первые несколько секунд работает креатин далее организм переходит на гликоген то есть начинает питаться гликогеном за счет этого мышцы работают и уже где-то спустя одну минуту начинают мышцы закисляться выделяется молочная кислота именно эту молочную кислоту как раз нейтрализует бета-аланин и позволяет вам тренироваться еще дольше мышечный отказ наступает еще дольше у вас поэтому если у вас кратковременные какие-то нагрузки или средние обязательно подключаем креатин если у вас долговременные пьем бета-аланин а в идеале сочетать креатин с бета-аланином новый мы выпустим по этой теме отдельный ролик где будет все подробно рассказано как и с чем его лучше сочетать итак теперь по максимальному времени приема бета-аланин максимум рекомендуют принимать 4 месяца далее считается что он может навредить организму печень возможны почки это полностью не доказано но мы вообще рекомендуем придерживаться всегда одной рекомендации это два месяца приема далее как минимум две недели отдыхаете но вот по бету-аланину по исследованием рекомендуют принимать его максимум 4 месяца потом сделать перерыв можете придерживаться такой же схеме лучше придерживаться классической два месяца принимаете далее два месяца делаете перерыв Далее, опять можно 2 месяца принимать. Но опять же, по поводу 4 месяцев, эта информация не точная. Некоторые принимают его очень длительное время. Также у нас бета-аланин, помимо того, что он отодвигает процесс наступления усталости, обладает кучей других разных полезных свойств. Он и антиоксидант, и способствует похудению. И за счет того, что вы можете больше тренироваться, способствует набору мышечной массы. Много-много всего. Вы можете об этом прочитать в интернете. В данном ролике мы рассматриваем его только с точки зрения бодибилдинга и силового различного тренинга. По побочным эффектам никаких, естественно, нет. Кроме как, ну, вот этот эффект покалывания, и то это не побочный эффект. Это просто реакция организма на бета-аланин. Вот, в принципе, все по этой теме. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях, подписывайтесь на канал. Дальше будет интересней. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok